МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом историческом для Ульяновского хоккея матче Волге выпало играть с Кировской Родиной. Именно кировчане пока нанесли Волжанам единственное поражение в чемпионате. Пару недель назад игра в столице Волговятского региона завершилась в пользу Ходяев. 4-3. Несмотря на все свои серьезные финансовые проблемы, кировская команда остается боеспособной единицей отечественного хоккея. Они не манчики для битя, очень опытная, сбалансированная команда. И с ними всегда тяжело играть. Может, и пауза сказалась на нас, что кто-то уезжал, кто-то был в сборную, кто-то здесь оставался. И первый тайм получился такой скомканный. Этот скомканный тайм Волга проиграла со счетом 2-3. Единственный, кто может занести первую половину себе в актив, нападающий Волжан Максим Пахомов. Это он с 12-метрового открыл счет, а затем забил с игры. Но этого оказалось недостаточно. Киров не только здорово оборонялся, но и отменно контратаковал. Показателен второй гол в хозяйские ворота. Волга подавала угловой, но все закончилось тем, что форвард Родины убежал со своей половины и без видимых усилий реализовал выход 1 на 1 с голкипером. У нас сегодня не хватило скорости, не хватило немножко даже, наверное, холодной головы для того, чтобы не попадаться на контратаки. Мы сами себе вот привозим контратаки, глупые ошибки в атаки, которые приводят к голам наших ворот. И все же преимущество в классе, о котором специалисты говорили еще до начала поединка, Волга реализовала под занавес матча. При этом хозяева долго искали пути к кировским воротам. С мертвой точки дело сдвинулось после того, как Максим Пахомов реализовал еще один 12-метровый, а затем отличились Игорь Ларионов и Владислав Кузнецов. Гости же во второй половине голевыми атаками не разжились. 5-3 в пользу Волги. Прежде всего нам не хватило, причем второй год уже предсезонной подготовки, то есть все знают о наших проблемах, и я думаю, что просто мы 90 минут еще, наверное, не готовы играть. Ну, ребята молодцы, играют, бьются как могут. Сегодня команды проведут повторный поединок. Он состоится в Ледовом дворце Волга Спорт-Арена, как обычно, в 6 вечера. А сразу после выходных Волжан ждет еще одна домашняя серия. Теперь против Казанского Динамо. Михаил Русашанский, Павел Макаров. Новость Ульяновской правды.